Культпоход Дарья Ткачева 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 успешных практик в сфере современного искусства по стране. А дальше кто уже там побеждает, это всегда какая-то политика, случайность и так далее. И вот в этом году то, что дали всем, это такой момент солидарности, всеобщей поддержки. И для нас, конечно, это очень важно, получить вот это профессиональное признание от коллег. И с другой стороны, это, конечно, большая ответственность. Сейчас надо соответствовать этому почетному званию лауреата. Не уронить звание лауреата премии инновации. Здорово, Даша, да, поздравляю. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Очень рада за вас. Теперь просто предлагаю немножко сменить темпоральность от прошедшего события, а посмотреть в будущее. Я так понимаю, у вас готовятся две выставки. Одна из них — это выставка архитектуры, которая интересна не только тем, что своим контентом, который она предоставляет, но и формой, к которой вы обратились. Я просила бы тебя поподробнее рассказать об этой выставке. Да, на самом деле, идея этой выставки, она родилась еще весной, еще до того, как случился весь карантин. Мы ее начинали уже готовить, но вот случилось то, что случилось, и как бы была взята пауза. И вот в процессе всего этого локдауна мы стали думать о том, а как же быть дальше, как вообще жить в культуре, поскольку, да, там площадки начинали открываться, события еще нельзя проводить. И вот эти размышления о том, вообще, как с культурой выживать в нынешней ситуации, привели нас к тому, что, наверное, культура в чем-то должна, как говорится, спасение утопающих, дело рук с самих утопающих. То есть надо как-то стараться находить возможность сделать это самостоятельно, не дожидаясь, когда будет какой-то грант, или от государства появятся какие-то возможности, или появится какой-нибудь спонсор. Мы все являемся потребителями культурных услуг. Мы ходим в кино, мы ходим в театры, мы ходим на выставки. И чаще всего мы выступаем именно от потребителей. То есть мы пришли, ну вот что там нам дают в выставочном зале? Что вы нам сегодня покажете? Да. Пришли, купили билет, посмотрели, после этого можем высказать свое мнение, понравилось, не понравилось. Мы подумали, а почему бы предложить нашим горожанам стать не потребителями, а соучастниками создания проекта, заплатить не за то, чтобы потребить, а за то, чтобы создать. И тогда мы взяли вот эту форму краумфандинговой кампании, то есть когда собираются средства заранее для того, чтобы этот проект состоялся. И на нашем сайте, на сайте Молодежно-творческого центра нашей общественной организации была открыта краумфандинговая кампания, она действует и сейчас. И каждый желающий может стать соучастником этого события, вот в какой ему удобно, возможно, форме, объеме, стать участником, стать партнером, стать меценатом, в зависимости от того объема и тех потребностей в участии, которые у него есть. А можешь подробнее рассказать, вот ты озвучила, партнер, меценат, что предполагает, какие привилегии данные формы дают? Это все зависит от степени участия, да, то есть участник, это самая простая форма, там начиная как бы от 100 рублей, то есть мы просто, вот человек может пожертвовать, начиная от 100 рублей, и дальше он может выбрать, например, себе какой-то бонус. Это может быть каталог выставки, это может быть набор открыток с работами выставки. И с подписями авторов. С подписями автором, конечно. Он может даже выбрать возможность провести свое мероприятие в рамках этой выставки. То есть вот в этом выставочном пространстве? Да, он может выбрать, приобрести потом работу с выставки, также с автографом автора. Это участник, но там в зависимости тоже там рамширование по объему. На сайте молодежного творческого центра это все есть. Там сумма от 100 рублей, действительно, по-моему, до 50 тысяч выше. Да, вот дальше вот начинается и статус партнера проекта от 10 тысяч, то там, соответственно, уже упоминание как партнера, благодарственное письмо как партнеру, в подарок каталог, в подарок работа, там еще какие-то мы можем обсуждать индивидуально. От 50 это уже меценат. И там, конечно, уже еще дополнительные бонусы, возможности, в том числе провести там свое какое-то корпоративное мероприятие в рамках выставки и так далее, и так далее. Все это возможно, всем этим можно воспользоваться, с нами связаться, обсудить какие-то детали и стать соучастниками этого культурного события. Я не помню, что такая форма. Я говорю, что это первый раз. Для культурного события это первый раз. То есть краудфандинг у нас используется достаточно активно благотворительными организациями, в поиске средств на свои какие-то цели, именно благотворительные. С точки зрения культурного события, наверное, это первый такой опыт. Но это первый и непростой, потому что в случае с благотворительными организациями, социальными, то есть смысл, скажем так, сложность в чем заключается, почему действительно в сфере культуры краудфандинг и вообще как бы фандрайзинг идет гораздо сложнее, потому что для потенциальных доноров очень часто не очевиден тот благо, тот эффект, который они дают. То есть когда поддерживается, например, организация, которая помогает детям-инвалидам, все очевидно, все понятно, мы делаем доброе дело. А вот художественная выставка, по сути, многими воспринимаемая как развлечение. Ну как бы, а зачем, а чего как бы, это вполне себе может быть как коммерческой историей. И поэтому наша большая такая работа связана с тем, что мы общаемся с людьми и стараемся объяснить, и везде на всех наших мероприятиях об этом говорим, о том, что культурное событие это крайне важно именно в социальном плане мероприятия, потому что именно культура формирует наше мировоззрение, наше сознание, как мы смотрим, как мы воспринимаем какие-то окружающую действительность, какие требования мы к ней предъявляем. И поэтому, когда мы делаем выставку про архитектуру, то есть мы сюда закладываем сразу несколько пластов, о которых бы хотелось поговорить. И немаловажным из них является именно архитектурная среда города, о том, как мы смотрим, что мы ждем от архитекторов, от строительных компаний, от дизайнеров, которые работают с городской средой, чтобы нам хотелось видеть. Потому что мы много говорим о благоустройстве среды, о комфортной среде, но вот ее визуальной, эстетической составляющей, о том, что скрывают в себе архитектурные формы, об этом не говорится практически нигде. А вот это очень важно. И я так понимаю, в рамках как раз проекта вы будете какие-то обсуждения на эту тему устраивать. То есть каким образом вы будете доносить эту информацию? Структура вообще, какая мероприятие? Ну, смотрите, для нас выставка всегда, это, конечно, сама по себе выставка тоже важна. Экспозиция. Экспозиция, да. Если кто помнит нашу этику пыли, то знает, что для нас выставка это дело серьезное, и мы его продумываем до мелочей. И для нас очень важно именно такое экспозиционное решение, чтобы оно следовало за материалом экспонируемым. Но для нас крайне важно, чтобы выставка работала, чтобы происходили какие-то события. Поэтому мы планируем очень обширную, разнообразную, публичную программу в рамках работы выставки. Ну, вот мы все говорим выставка-выставка, а у Даши с собой ноутбук, и там открыта, собственно, вот эта заставочка, да, и там написано культурно-просветительский проект. Да, да, потому что это мы понимаем, что это не только выставка сама по себе, что это все-таки такой, он вмещает в себя очень много. И, по сути дела, проект-то уже начался, потому что часть просветительских событий, лекций мы начали еще с августа месяца, если даже не раньше, вместе с моей коллегой, Светланой Дождевых, мы делали циклы лекций, посвященные архитектуре модернизма и архитектурной фотографии, делали их и в онлайне, у нас в аккаунте, в Инстаграм, до сих пор там лежат наши видео, можно посмотреть. Да, можно посмотреть, это все лежит. Делали в конструктор-практик, офлайн вы уже пытались делать лекции, тоже совершенно замечательно все проходило. Вот, то есть все это идет. Для нас очень важно использовать в том числе выставку, как такой, как повод для разговора. То есть вокруг мы уже можем расширять... Выстраивать разные... Да, да. Нанизывать бусинки. Да, 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 да. Расширять контексты и говорить о том, к чему это все выводит, что это нам дает. И поэтому в рамках выставки планируются также лекции по истории архитектуры и про архитектурную фотографию. Планируем показать фильмы документальные, посвященные архитекторам и фотографам. Планируем дискуссии общественные проводить, в том числе посвященные архитектурной среде города и самые разные коллаборации. То есть сейчас как раз у нас все это формируется, поэтому я не могу точно сказать, что будет. Можно еще мастер-классы от Олега Ферсио. Да, да. Есть большое желание, не знаю, в итоге, надеюсь, что у нас получится, есть большое желание по выходным сделать какие-то семейные мастерские, чтобы можно было прийти вместе с детьми. Потому что архитектура это очень благодатная почва. Само по себе слово архитектура у нас получало как такое рабочее название для выставки. И в итоге я его решила оставить, потому что оно очень объемное. Мы применяем слово архитектура не только к строениям здания. Например, архитектура сайта, или архитектура костюма. И так далее, это некое устройство, это некий каркас, это некая система, образующая какая-то основа, которая может быть везде. Мы во всем можем увидеть какую-то архитектуру. Это не только про стройку. Это совсем не про стройку, я бы даже так сказала. Может быть, архитектура текста, архитектура спектакля. Да, 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 совершенно верно. Да, ну давай, может быть, тогда поподробнее сейчас о контенте данной выставки. Расскажи, пожалуйста, я так понимаю, Олег Карасев, фотограф кировский, он подобрал серию фотографий как раз для этой выставки, посвященной архитектуре. И в чем как раз специфика серии фотографий, если можно, может даже полистать. Вот у нас тут презентация, ну вот это известные как бы кадры, тут наш художественный музей, да, вот это на самом деле уникальнейшее совершенное здание, и очень многие гости города, когда попадают, удивляются, что у нас в музее именно вот такое здание. Мы тоже привыкаем, и вообще редко, редко забываем, правильно, в художественном музее, к сожалению. Но оно совершенно замечательно. Кто бывает редко обращает внимание на то, как все внутри устроено, больше на то, что расположено непосредственно там, да, и на стенах, и на витре. Ну вот это вот, например, Берлин, то есть с точки зрения форм вполне себе вот созвучно с тем, что есть. Это уже в Дворце пионеров, это Москва. Вот это последний слайд. То есть смотрите, у Олега Карасева действительно, он очень интересный, атмосферный фотограф. Я бы даже сказала, что вот у него есть определенная доля психологизма. То есть он, его любимый жанр, это вот люди в такой вот обычной какой-то ситуации, вот пойманные моменты. То есть это непостановочные фотографии. Да, да, непостановочные. И когда я у него увидела эту серию архитектурную, она у него там выложена, где-то вот отдельно там лежит, не так сказать, чтобы она вот у него специально он ее создавал, вот за несколько лет накопилась серия фотографий. Меня она лично как куратора вот привлекла тем, что это очень такой необычный ракурс. Посмотрите, архитектурная фотография, чаще всего можно выделить два таких основных направления в архитектурной фотографии. Есть фотографии, как документ, то есть задача которой именно чтобы было понятно, что за здание. Как правило, это фронтальная съемка, четкие детали, чтобы все было видно, чтобы задокументировать здание для истории, как картинка для энциклопедии, там еще куда-то, вот мы ее представляем себе так. А есть архитектурная фотография, которая может не дать нам представление в целом об облике этого здания, но дать нам возможность пространственного ощущения внутри. Погружения туда, да? Погружения, да, то есть благодаря ракурсам, благодаря каким-то отдельным деталям. То есть когда мы находимся рядом со строением, мы же не видим его целиком, правильно? Мы находимся где-то рядом, мы выхватываем какие-то его фрагменты, мы ощущаем, как оно соотносится с нами в своем размере. И вот подобная фотография, которая дает именно такое пространственное восприятие, она, мне кажется, очень важна для того, чтобы именно передать замысел архитектора. Потому что архитектура — это прежде всего пространственный вид искусства. Он воспринимается прежде всего, когда ты находишься с ним рядом, а не на картинке, как там это, вот фронтон, вот завиточки, вот колонны, то есть не картинкой, а именно восприятие таком телесном, что ли, когда ты находишься рядом. Есть целая плеяда фотографов, которые подобное направление развивали. И у Олега тоже вот есть такие фотографии, и именно они меня привлекли. Мне показалось очень классно показать именно вот такую архитектуру, вот такую фотографию, которая бы нам напомнила о том, что здание — это не просто картинка, это не просто проект или макет, это вид искусства, в котором мы живем, и который воспринимать нужно, соответственно, так же. И поэтому, когда мы даже экспозицию продумываем, вот именно так, что вот нам бы хотелось, чтобы мы работали довольно большими, чтобы было интересно какое-то решение, чтобы можно было ощутить это пространственное восприятие вот этой архитектурной среды. Ну вот это интересно, потому что здесь на самом деле выстраивается некая дихотомия, то есть архитектура как материального объекта, где, возможно, телесная вовлеченность, где ты можешь выстроить некий маршрут и самостоятельно взаимодействовать как с материалом, так и с какими-то элементами. И фотография, которая может восприниматься как плоское искусство, то, что ты говоришь, как раз переворачивает, лишает вот эту дихотомию какой-то вообще основы, и это достаточно интересно. Я бы с удовольствием, конечно, посмотрела. Это действительно очень интересная тема, и она была вот исторически, вот несколько случаев, например, у Ле-Карбузье, одного из главных архитекторов модернизма, был фотограф, единственный, которому он доверял фотографии, снимать свои работы, Люсиен Нерве. И именно потому, что Люсиен Нерве, он как раз давал возможность восприятия этих сооружений Ле-Карбузье. Они у него, если напомнить, это белые, простые формы, пустые поверхности, там как бы, ну, очень все просто. И Люсиен Нерве, например, благодаря фотографии, ее основным инструментом свет, тень, ракурс, он вот эту вот игру света, которая для Ле-Карбузье, как для архитектора, была тоже крайне важна, вот эта свет и тень, которая именно на белом материале наиболее ярко проявлялась, через фотографию, именно черно-белую фотографию, это все становилось еще более заметным. То есть он передавал объем. Да, он передавал и объем, он передавал вот эту вот игру, то есть ту игру света, которую заложил архитектор, она проявлялась именно в фотографии, потому что посетитель этого помещения, он мог на это не обратить внимание, потому что она не акцентируется, а фотография своим кадрированием, то есть когда она выделяет определенные элементы здания, она делает не только функциональным это здание, а фотография помогает увидеть саму эстетику, художественную составляющую в архитектуре. А можно вот такой чисто технический вопрос? Знаешь ты или нет, на какие камеры снимал Олег эти фотографии? Потому что помимо того, что он потрясающий фотограф, я была у Олега, у него огромная коллекция фотоаппаратов, я не знаю, 100-летней давности. Он показывал вот эти вот потрясающие аппараты, которые работают, на которые он снимает, и снимки получают совершенно потрясающие. Конкретно про эти работы не скажу точно, на что он снимал, возможно, это разные вещи. Поскольку это в путешествиях, то, наверное, это что-то такое попроще, но знают точно, что это аналоговая фотография, это не цифра. То есть это пленка? Это пленка. И это, соответственно, тоже определенную дает атмосферу. То есть вот это вот где-то зерно, вот эта аура такая, какой-то воздух, который чувствуется именно в аналоговой фотографии, и чего лишена, к сожалению, цифра. Где-то недавно у нас с одним другом обсуждали, что вот он придумывал специальную, очень сложную приспособу для того, чтобы в цифровую фотоаппарат заставить снимать вот с этим эффектом аналоговым. То, что было совершенно легко и просто снималось вот этими пленочными... То, что можно было снять на папе зенит. Да, 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 да. На цифровую уже нет, а хочется эффекта. Сейчас уже как бы это есть, а одно время не было, и вот он очень сложный какой-то делал штуковину, чтобы этот эффект добыть. И поэтому это будет... Это, на самом деле, очень классная работа. Что-то, возможно, добавится туда, к тому, что мы уже выбрали. Потому что хоть... Вот есть как бы... Вот нас с Олегом обсуждали, что, может быть, он еще специально для фотоаппарата еще снимает какие-то вещи. Вот. И в итоге мы надеемся, что это будет... Для нас очень важно, что это работа из родных городов. И там наравне с Москвой, с Берлином, с Грузией. Там и есть наши кировские здания. И это очень важно, потому что для нас... Вот мы, наверное, все наши проекты делаем, в том числе с мыслью о том, чтобы напомнить горожанам, что наш город лучше, чем мы иногда о нем думаем. Вот потому что даже люди, приезжающие к нам в гости, замечают много хорошего, а мы этого уже не видим. Потому что глаз замылился к этому, привыкли, обращаем больше внимания на недостатки. У нас совершенно потрясающее есть здание. Вот архитектурные экскурсии, которые мы тоже проводили в поддержку этого проекта, вместе с Светланой Дождевых, архитектурные экскурсии, вот они нам тоже участники говорили, что они как пропутешествовали, они по-другому открыли для себя знакомые дома, здания. В своем городе. Оказывается, в Кирове очень интересно жить, да? Да, на самом деле, да. Если вот открыть глаза и просто посмотреть, и просто знать, что ты видишь, вот, и знать историю этих мест, и знать, что скрывается за собой архитектура, вот что оказывается, я не знаю, есть у нас здание, в котором, которое отсылает к флорентийским палаццо, и к похеренессансу. Это где? Куда сходить, пока невозможно уехать в Италию? Куда сходить дальше? Это здание на углу Ленина и Преображенской. Такое красивое, с окном на углу. А я поняла. Там что-то занимаются, какая-то гимнастика, или что-то на втором этаже. Оно уже было потом перестроено, но вот та часть, где вот эти полукруглые окна, это вот, если вот открыть даже любой, я знаю, Википедию и посмотреть Лорентийский палаццо, вы увидите знакомые элементы. Потрясающе. Я ужасно рада, что вы такую выставку организуете. Призываю всех слушателей поучаствовать, стать участниками данной выставки, помочь событию состояться. И предлагаю сейчас перейти ко второму событию, которое тоже готовится примерно в то же время, в октябре. Это выставка современного искусства, которую вы организуете совместно с Театром на Спасской. Куратором которой Даша тоже является, Юлия Ануша, это куратор. И расскажи подробнее, что это за выставка, сколько уже заявок, сколько участников на нее претендует. Да, и можно даже, я просто скажу, у нас через минуту реклама, поэтому мы сейчас очень коротко и после рекламы вернемся. Да, сейчас. Да, это такой отчасти авантюрный проект, поскольку очень сжатые сроки, в отсутствии вообще практически бюджета, мы пытаемся сделать выставку современного искусства, приуроченную к премьере нового спектакля в Театре на Спасской. И у нас на сайте открыт Open Call, и все художники, в широком смысле художники, могут подать свои заявки и принять участие вот в такой выставке. Спектакль Егора Чернышева и история одного преступления. Совершенно верно. А выставка будет, пока названия у нее нет, мы определим только тему, под которую мы собираем работы, она звучит как сопротивление. Вот на этой ноте мы сейчас уйдем на рекламу, после рекламы вернемся, зачитаем список призов, продолжим беседовать с Дарьей Ткачевой и параллельно задавать вопросы. Культпоход Дарья Ткачева, культуролог, куратор, руководитель культурного центра «Пятый этаж» в нашей студии. Сегодня в программе «Культпоход» мы продолжаем разговаривать о событии, приуроченном к премьере спектакля Егора Чернышева «История одного преступления» в Театре Наспасской. Пока планируется 3 октября премьера. Да, там в Театре Наспасской есть переносы небольшие по датам, но я надеюсь, что здесь все будет уже хорошо. Вот. И то событие, которое вы делаете совместно, будет называться... Оно будет называться сопротивление или это все-таки тема такая, общая сопротивление? Это пока тема. То есть не название. Я думаю, у нас название появится, когда мы поймем, что будет на этой выставке. То есть пока мы еще ведем open call вот по воскресенье. Это вот на дедлайн воскресенья, чтобы подать заявки. В следующей неделе мы будем смотреть, выбирать. Может быть, это вообще получится выставка одного произведения по итогам. То есть это в зависимости от того, что мы получим, то есть от этого уже будем думать и там уже появится может быть какое-то название. А сколько заявок на сегодня? Сколько заявок на сегодня? Так, ну последний раз я смотрела вчера вечером, сегодня с утра я сегодня успела посмотреть. Было, по-моему, пять. Ну уже хорошо. Ну надо напомнить, да, вот произведения современного актуального искусства принимаются, да? Да, абсолютно в любой форме. Сразу поясню, что художники в широком смысле. То есть это может быть звуковые инсталляции, видеоинсталляции, это может быть фотография, это может быть живопись, это могут быть какие-то объекты, да все что угодно на самом деле. Современное искусство не знает здесь границ. Единственный нюанс, как бы не самый такой, наверное, веселый, приятный, но поскольку бюджета у выставки нет, то есть это должно быть либо что-то готовое, либо то, что автор будет готов сделать в случае победы, вот, ну, в срок до 30 сентября. Заявки принимаются, изначально было заявлено до 20 сентября, то есть до завтра, до завтра еще можно. А, сегодня воскресенье. Сегодня воскресенье. По воскресенье. По воскресенье. Простите, всех запутала. А скажи, пожалуйста, есть какой-то профессиональный критерий, то есть художник, это может быть человек с любым уровнем образования, чувствующий себя художником, и он может представить свое произведение так, как ему хочется, это может быть перформанс какой-то, это может быть какая-то маленькая деталь чего-то. Мы не ограничиваем профессионально, потому что, ну, практика современного искусства показывает, что люди без профильного художественного образования совершенно успешно, как бы, все делают, то есть это совершенно не важно. Отлично. То есть если вы чувствуете себя художником, два дня успеете проработать. Да, да. То есть самое главное, это для нас, вот в нашем отборе, это будет сама работа, сама идея, сам концепт, который будет скрываться, насколько он будет емок, глубок, насколько он будет открытой интерпретацией, насколько он будет профессионален, насколько мы будем понимать, что человек в состоянии это сделать. То есть в заявке, у нас вот на сайте в Молодежно-творческого центра есть онлайн-форма заявки, там нужно будет представить свое CV, ну, краткое резюме, то есть кто, что, какой был опыт и так далее, да, и описать свой проект. Может быть, приложить фотографии, рисунки, схемы, все что угодно, можно ссылки на какие-то, можно ссылку на Google Диск, Яндекс и так далее. В общем, как удобнее. Да, да, да. Все очень просто, я смотрела, разобраться очень просто. Да, да. Представить свою работу, а дальше мы уже будем смотреть. Так, двигаемся дальше. У нас 10 минут остается, да, до конца эфира. У Дарь, я знаю, есть вопросы, поэтому, ну, конечно же, надо разыгрывать призы. Приступаем. Разыгрываем пригласительный в Кировский драматический театр. А билет на сегодня, 18 сентября, 18.00, спектакль «Надья, Наденька, Надежда», ограничение возрастное 16+. Билет на завтра, 19 сентября, в 17.00, тот же спектакль «Надья, Наденька, Надежда», ограничение также 16+. И билет на воскресенье, 20 сентября, в 17.00, спектакль «Вишневый сад», ограничение также 16+. Причем для 16+, для подростков. Дальше у меня без возрастных ограничений, потому что вы сами выбираете любой фильм и сеанс в кинотеатре «Дружба». Пригласительный в театр «Кукол» мы также разыгрываем. Я театр второй себе заберу, Гульнар, да? Пожалуйста. Это завтра. Заберите у меня все театры. Завтра, 19 сентября, премьера в театре «Кукол», «Крошечка-хаврошечка», ограничение 0+. Это спектакль, правда, для маленьких, да, подходит. Мы о нем говорили в нашем эфире. Есть у нас билеты пригласительные и на 11 часов, и на 13 часов. Пожалуйста, если выберете его, оставляйте свой номер телефона нашему продюсеру. Мы запишем, там определимся с количеством билетов, если у вас не один ребенок хочет пойти. И воскресенье, 20 сентября, в 11 часов, кентервильское приведение, ограничение возрастной 6+. Следующий пригласитель на Святский палеонтологический музей. Пригласитель на две персоны, то есть вы можете сходить вместе с ребенком, а взрослый и ребенок. Дальше у нас книги, конечно же, традиционно от магазина «Читай город», за что ему большое спасибо. Ти Кинси, леди на сельской ярмарке всегда раскроет пару преступлений. Это новая детективная серия о леди Эмили Харткасл и ее горничной Фло. Золотые стандарты английского детектива в современной интерпретации 16+. Следующая книга Гастон Дорен «Вавилон вокруг света за 20 языков». Журналист-филолог и полиглот предлагает захватывающую экскурсию по 20 основным языкам мира. Дореновлеченный исследует культуру и особенности каждого из 20 языков. А это для читателей старше 16 лет книжка. Кристофер Бакли «Собиратели реликвий», захватывающий авантюрно-приключенческий роман о волнующих событиях 16 века. «Невероятно интересно», говорит Ксения Станиславовна Лицарева, ведущая программы «Дай почитать 16+.» Светлана Фатеева «Нескучный этикет» или «Что надо надеть, если тебя не приглашали». Ну, эти и другие книги... А, 12+. Да, конечно. Простите, я уже тороплюсь. Эти и другие книги, да, можно купить, напоминаю, в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65 ТЦ Театро и Ленина 103А Торговый центр Крым. А теперь вопрос от Дарьи. Так, ну, поскольку основная тема сегодняшнего нашего разговора это выставка архитектуры, то и вопросы мои будут в основном об архитектуре. И поскольку архитектура в основном это модернистская, направление модернизм, то вот такой вот вопрос. Модернистской архитектуры был один главный принцип, которым исследовали практически все архитекторы. И звучал он так. Форма следует за функцией. Или, если в оригинале звучит, что форма всегда следует за функцией. Вот у меня вопрос. Кто автор, этого ключевого принципа? Спасибо, дорогие слушатели. Звоните нам, пожалуйста. А, то есть вариантов ответа мы не дадим? Вариантов ответа? А, дать варианты? Могу дать варианты. Я просто боюсь, что слушатели наши, наверное, нет, я уверена в том, что наши слушатели справятся, но просто много времени. Хорошо, давайте дам три варианта ответа. Хорошо. Это Ле Карбузье, это Луис Салливан или это Фрэнк Лоитрайт. Так, три варианта ответа. 211-101. Пожалуйста, звоните. Мы будем рады вашим правильным ответом. Уже есть звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Олег. Да, Олег. Я предположу, что это Олег Карбузье. Увы, но нет. Да, но мы даем вторую попытку, обычно, Олег, вы помните. Еще два варианта есть? Выбирайте любой из них. Даша, повтори, пожалуйста, варианты. Не покажите, я прослушал. Повторить вопрос, да? Ключевой. Да. Есть такой знаменитый ключевой принцип модернистской архитектуры «Форма следует за функцией», описывающей сам принцип построения зданий в модернизме. Кто автор этой такой формулы «Форма» следует за функцией? Ле Карбузье, Луи Салливан или Фрэнк Лоит Райт? Ну, предположу, что Луи Салливан. Совершенно верно. Луи Салливан это отец небоскребов, это создатель небоскребов и да, он является автором этой формулы. То есть, вы, Олег, угадывали, вы не знали? Или вы предполагали? Я не знал. Вы не знали. Теперь вы знаете, Олег, хорошо, выбирайте приз. Давайте билеты в кино. Билеты в кино. Хорошо, Олег, билетики в кино за вами. Оставляю их. И у нас остается еще пять минут, и мы успеваем еще, наверное, один или два приза разыграть. Давайте я задам следующий вопрос, а потом снова Даша. В серии работы Олега Карасева, которые будут присутствовать на выставке архитектура, есть фотография Дворца пионеров на Суриков-21. Все жители города прекрасно знают это здание. Мне хотелось бы спросить наших уважаемых слушателей, кто архитекторы данного Дворца пионеров? Здесь не будет варианта ответа. Гуглите быстро. Кто быстро гуглит, тому приз. 211-101. Мы ждем ваших звонков. А возможно, кстати говоря, вы знаете. Я думаю, жители микрорайона должны знать. Но вообще, мне кажется, это такой уровень школьной программы. Я не помню, чтобы нам в школе об этом рассказывали. Ну хорошо. Мы можем задать еще один вопрос, чтобы... Дать выбор. Да, чтобы был выбор, а на какой вопрос ответить. Даша, может быть, есть звоночек? Нет, звоночка пока нет. Давайте тогда мы сделаем вот как. Мы зададим еще один вопрос. Слушатели, которые дозвонятся, мы спросим, на какой из двух он хочет ответить. Хорошо. Хорошо, тогда вот еще такой вопрос. Наш город, конечно, не назовешь столицей конструктивизма, одного из самых ярких отечественных стилей в архитектуре, но, однако, несколько зданий в этом стиле в нашем городе существуют. У меня просьба назвать хотя бы два. Хотя бы два в стиле конструктивизма. В стиле конструктивизма, которая есть в нашем городе. Да, у нас есть звонок, но я сейчас спросим, слушатели, на какой вопрос он будет отвечать. Добрый день. Добрый день. На первый, кто главный архитектор дворца пионеров? Давайте. Колесников. Да. Спасибо большое. А зовут? Ну, это не обязательно. Я спрашивала фамилию. А вас? А меня Светлана. Светлана. Это правильный ответ, да, Гульон? Да, на самом деле, там обозначены три архитектора, Фрэнк, Ильщеглов и Колесников, но вы назвали одну фамилию. Я думаю, это вполне достаточно. Спасибо вам большое за ваше знание. Какие мы сегодня щедрые. Смотрите, Светлана, выбирайте приз. В палеонтологический музей. Билет в палеонтологический музей. Светлана, вы, пожалуйста, оставьте ваш номер телефона нашему продюсеру. Я с вами после эфира свяжусь, расскажу, как вы сможете его забрать. Так, у нас остается второй вопрос. Два здания в стиле конструктивизма в городе Кирове. А есть такие действительно? То есть это не с подвохом вопрос? Нет, не с подвохом. Они есть, они, может, не самые такие яркие и поражающие воображения, как они есть такие в Екатеринбурге или в Москве, но в Кирове тоже есть конструктивизм. Он был очень краткий период, когда здесь архитекторы могли строить. То есть пока до нас дошло, там пришло снова уже поворот к сталинскому ампиру, поэтому что-то на ходу изменялось, и есть такие как бы недоконструктивистские здания, но они есть. А мы можем какую-то подсказочку дать? То есть это примерно в каком районе города расположено? Да они практически все в центре находятся. В центре города. Добрый день. Добрый. Добрый. Андрей, да? Да, я. Да, Андрей, пожалуйста, давайте ваш ответ. Здравствуйте. Кировский почтамст. Ну и административное здание на Куршу Герцов. Совершенно верно, да. Это два самых ярких представителя конструктивизма в нашем городе. Так, значит, первый я поняла. Это почтамст. А второй улица Куршо? Нет, административное здание Куршо. А. Комбинат учебно-технического школьного оборудования. Так. Это здание... Вот сейчас физприбор. То есть этот комплекс называется. И вот по Герцену, если подниматься сбоку... Назывался... Теперь он фабрика называется. А как он будет называться, кстати, после реконструкции, никто пока не может понять. Вот. И за Герцена там есть такой корпус. Если вы пойдете, там, к сожалению, все деревьями закрывают. Там очень интересное. Вот отличительное. Есть такие изображения вот этих как раз школьного оборудования. Вот это здание, оно, да, тоже имеет отличительные особенности конструктивистского. Это угол Карла Маркса и Герцена, соответственно. Герцена чуть повыше по Герцену. В сторону стоматологической поликлиники. Идете, смотрите на циркуле. Не думайте о стоматологических инструментах. Андрей, спасибо большое. Какой приз вы хотите за ваш правильный ответ? Ну, давайте нескучный этикет возьмем. Книгу «Нескучный этикет» забирает Андрей. Спасибо. Еще раз напоминаю, что возрастное ограничение книги 12+. Андрей, я знаю, ему есть 12 лет. Очень хорошо. У нас есть перемещение. У нас, к сожалению, очень мало времени. Да, у нас остается меньше полминуты. Поэтому я еще Дашу попрошу нам сказать, есть ли возрастное ограничение у вот этого научно-образовательного проекта «Архитектура». Думали? Или там у каждого будет событие свое? Я думаю, какие-то события, возможно, будут свое. Сама по себе выставка ограничений, конечно, не имеет. Без возрастных ограничений. А, я же не сказала, где она будет. Да? Да, я не сказала, что мы открываемся 15 октября. И будет она проходить в деловом центре Вязко-торгово-промышленной палаты на профсоюзной 4. Профсоюзной 4. Пожалуйста, сайт Молодежного творческого центра. Заходите, смотрите и расписание, и подробности, и формы поддержки. То есть это, наверное, редкий для Кирова случай, когда можно поучаствовать самим в создании хорошего события. Спасибо большое Дарье Ткачеву и культурологу, куратору, руководителю культурного центра «Пятый этаж». Программа «Культпоход» на этом завершается. Мы с Гульнарой прощаемся. До свидания. Культпоход